Мы привыкли к тому, что лето это пора, когда необходимо позаботиться о своем гардеробе, сменив его на более легкий, закупиться солнцезащитными кремами, перейти на особые косметические средства и не только. Но знаете ли вы, что братья наши меньшие тоже нуждаются в особенном уходе в эти жаркие месяцы? Мы заводим питомцев, даем им уютный дом, где им не нужно заботиться о добыче пищи и собственной безопасности. Разумеется, их заложенные природой инстинкты работают уже не по естественной схеме. Особенно это касается породистых животных. Большинство этих кошек выведены искусственно. То есть это уже не те кошки, которые жили когда-то в природе и не те кошки, которые жили лет 50-100 в наших домах, которые могли спокойно гулять по улице. Естественно, линька у животных происходит два раза в год, весной и осенью. Это при условии, что кошка живет на улице, но домашние кошки, они живут в квартире, поэтому линька у них происходит круглый год. Помимо того, что линька животного – это в принципе сомнительное удовольствие для хозяина, так и отсутствие профессионального ухода может сказаться на здоровье питомца. Хотя бы взять тех же самых персидских кошек, это порода искусственно выведенная, это уже по большей степени закрепленные мутации, которые в угоду человеку поддерживаются на протяжении многих поколений. Там на один квадратный сантиметр шерсти в 10 раз больше, чем у обычных кошек, поэтому уход очень сложный, и кошки сами по себе очень сложные. Они не ухаживают за своей шерстью, они не вылизываются, и поэтому чаще всего их либо приносят нам на экспресс-линьку, либо на стрижку. Ну вот, к примеру, шарпей, им нужно регулярно эти складочки прочищать, регулярно мыть специальными шампунями, их нужно присыпать присыпкой. Сами понимаете, насколько тяжело таким питомцам приходится летом. И часто в домашних условиях невозможно провести долгосрочную экспресс-линьку, чтобы минимум на пару месяцев освободить животное от балласта. Стрижка кошек и собак также необходимая для некоторых пород процедура. Например, шерсть пуделей растет непрерывно на протяжении всей жизни, и услуги грумера нужны таким собачкам, как воздух. Так что, полагая, что природа сама позаботилась о вашем питомце, помните, помещая его в неестественную среду, в так называемые тепличные условия, кормя его сухими кормами, вы не позволяете природе животного взять верх. Заводя породистого друга, вы также должны знать, искусственно выведенная порода не живет по законам джунглей. И значит, нет ничего для таких питомцев более естественного, чем регулярное посещение грумера. Редактор субтитров А.Семкин